Общество делится на два типа, пишущее общество. Одно общество пишет и пишет неплохо, и ненавидит вторую половину, которая графоманит. То есть пишет, вроде и пишет, но пишет какую-то чушь, бессвязную и вообще бездарность. И, собственно, эти две половины они друг друга не понимают, не любят и стараются держаться друг от друга подальше. И, собственно, чем они отличаются? Графоманы, собственно, это те люди, которые считают, то есть они сильно не смотрят по сторонам. Для них есть два великих поэта. Я и Пушкин, который читал в детстве. Все. Остальных они не читают просто. Они не знают, что есть другие поэты. Поэтому они как-то не в курсе, как правильно писать. Я пишу, в принципе, неплохо, значит, я второй поэт после Пушкина. Ура! Я крутой. А моя мама сказала, что я вообще молодец. И зачитала мои тети мои стихи. Вау! Вот. И моя подруга там или мой парень сказал, вообще. Вот. И все. Ты сказала то, что я не мог выразить. Вот. И все. И мы поняли, что мы великие. Да. И все. Вот на этом все. И дальше мы пишем. И все говорят, давай, пиши. И мы пишем, 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 пишем. Пишем, пишем. И непонятно, какие-то тетки-злые приходят иногда на страницу и начинают гадости говорить. Вот. И мы их ненавидим, да. Мы не понимаем, почему. Им дают там какие-то премии, а нам не дают. Да. Вот. В чем суть? Как не стать графоманом и как адекватно оценивать свой удар и как совершенствоваться? Во-первых, нужно много читать. Если вы пишете стихи, нужно много читать других поэтов, современников и классиков. Просто нагружать мозг. Зачем это надо? Ну, и также вот есть, например, сайт «Журнальный зал», где публикуются все толстые литературные журналы с новейшими произведениями прозы и поэзии. Зачем это нужно? Чувство стиля, ритма, вкуса. Вы видите, наконец, что кроме Вас и Пушкина еще куча поэтов, которые пишут совершенно разным способом, которые используют совершенно разные приемы, обороты, ритмы. Кто-то рифмует, кто-то не рифмует, кто-то пишет белым стихом и так далее. И кто-то вообще пишет что-то непонятное, но все равно это ощущается как стих. Написал, что я там пошел в холодильник, в холодильнику открыл его, достал там две сливины и положил на тарелку. И он пишет это так, что это поэтично, что это стих. Его еще и с этим публикуют в толстых журналах. И вы понимаете, что да, сколько там поэтов, столько способов. И есть разные способы, не только как Пушкин писал.